Приветствую всех! Вы смотрите передачу Москва-события. И здесь вот между Бескудниковским бульваром и Дмитровским шоссе, домами 70 и 72, между станцией метро Верхней Ликобуры и Селигерская, идет строительство административного здания с отделом полиции. Вот эти жилые дома, они здесь появились буквально несколько лет назад, совсем недавно. Ну а до этого здесь находились пятиэтажки, обычные панельные пятиэтажки, построенные в 60-е годы. И здесь, можно сказать, рядом с ними, напротив них находился детский сад. Обычное стандартное здание, двух-трехэтажное, на этой территории огороженной, для, соответственно, жителей домов, которые рядом находились. Вот, ну находился он в 60-е годы, еще называли его молочный по цвету, такому белому, хотя потом, ну, такой несколько сероватый, был такой бело-серый детский сад. Ну, потом, как обычно бывает, в 90-е годы, в Москве традиционно, в общем-то, это такая типичная ситуация, когда вроде как детей стало немного, ну и детский сад в итоге закрыли. Ну и там размечалась какое-то время техническая инспекция, вот, там, которая занимается учетом разных объектов недвижимости. Ну и все это продолжалось до 2013 года, а потом просто отдали какой-то компании, типа РЭСа, что ли, в таком плане. Но она никак использовала, участок не использовали, и здание фактически довели до аварийного. Ну и вокруг, в общем-то, тоже все заросло зеленью. Ну и в результате, в 2019 году, все договоры с этой компанией расторгли, и вот решили построить, так сказать, административное здание с отделом полиции. Вот, вместо того, чтобы построить новый детский сад, а ведь вокруг полно детей, хотели устать художественную школу, были предложения построить на этом месте, тоже было хорошее предложение, и поддержал даже и префект, и глава управы, и множество жителей поддержали, потому что художественной школы в районе нету. Вот это Бескудниковский район. Но в результате, вот, было принято решение по строительству еще одного административного здания, которых в Москве, в общем-то, полно, ну и с отделением полиции. Вот оно строится с 2020 года, ну и, скорее всего, сдадут его уже в 2022 году. Это Бескудниковский бульвар 9А. Ну, это безымянный проезд, но случится по Бескудниковскому бульвару.